У нас вот такие вольеры. Так у нас содержатся собачки. Я считаю, неплохо. Да, отлично. В первую очередь Гаррика Сукачёва знакомят с пушистыми жильцами приюта. Для них Ной Поводок стал даже не думом, а надеждой на лучшую жизнь. Постоянно здесь находится почти 200 собак. И если у одной находится хозяин, то на её место тут же берут другую. Хвостатые, которым нужно помочь, не переводятся, рассказывают артисты, руководитель фонда Ной Поводок Ирина Верещагина. Делится планами. Деревянные вольеры скоро заменят на новые, более комфортные. Примерно такие же, как в новом ветеринарном блоке. Его отстроили буквально несколько дней назад. Здесь будут стерилизовать животных, делать все медицинские манипуляции для сохранения их здоровья. Здесь будет ещё разделено на две зоны. В одной они уже будут отходить от наркоза, а здесь будут оперировать. Проблемы с бездомными животными существуют не только в Иркутске. Приюты открываются по всей стране. Растут волонтёрские движения, которые помогают собакам и кошкам. Дарих Сукачёв приводит пример. В Европе за уличными собаками выстраиваются в очередь. А в России четвероногие подолгу ждут свою новую семью. А некоторые никогда не дожидаются своих хозяев. И только ответственное отношение людей к животным может в корне изменить ситуацию. Мы же собачья страна и кошачья. У нас везде кошки и собаки, они везде и всё. В Москве очень много приютов. Вот очень много приютов разных. Они во всех районах, мне кажется, теперь даже есть. В каждом районе и даже не один приют. И всё равно они не решают, конечно, проблемы. Потому что животных много. Очень важно внимание медийных персон. Потому что после каждого такого случая, как сегодня в нашем приюте, возникает новое, так сказать, волонтёрское движение. Не движение, а просто больше волонтёров заинтересовываются и приезжают к нам. Даже если одну собаку заберут сегодня, то это уже хороший результат. Надеюсь, что даже больше заберут. В приюте «Ной поводок» будут рады любой помощи. Здесь всегда требуются лекарства. Сухой и влажный корм, особенно для щенков. Их в приюте очень много, и они с нетерпением ждут, что за ними придёт человек. И, конечно, в приюте ждут всех неравнодушных, кто может в свободное время погулять с собаками, уделить им своё внимание и дать чуточку тепла.